Седьмой класс, 33 серия. Неравенство треугольника. Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон. Рассмотрим произвольный треугольник АВС и докажем, что АВ меньше, чем сумма двух других сторон АС и ВС. На продолжение стороны АС отложим отрезок СД равный СВ. Так, чтобы эти отрезки были бы равными. Треугольник ВСД равнобедренный. Значит, углы при основании будут равны. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. Давайте обозначим этот угол номер 1, а это угол номер 2. Угол первый равен углу второму. Угол первый составляет часть от угла АВД. Значит, угол АВД больше, чем угол первый. А значит, и больше, чем угол второй, потому что первый и второй – это равные углы. В треугольнике против большего угла лежит большая сторона. АВД будет больше, чем АВД. АВД – это сумма АС плюс СД. АВД имеет точно такую же длину, как и ВС. АС, значит, АВ сторона меньше, чем сумма двух других сторон. АС и ВС. Теорема доказана. Следствие из теоремы. Для любых трех точек АВ и С, не лежащих на одной прямой, справедливы следующее неравенство. Каждое из этих неравенств называется неравенством треугольника. То есть длина отрезка АВ меньше, чем АС плюс СБ. Длина отрезка АС меньше, чем сумма двух других АВ плюс ВС. И ВС меньше, чем сумма ВА плюс АС. Первая задача. В равнобедренном треугольнике одна сторона равна 10 сантиметрам, а другая – 4 сантиметра. Какая из них является основанием? Сторона, которая имеет длину 10 сантиметров, не может являться основанием, потому что тогда получится, что две другие – по 4 сантиметра. А по теореме, которую мы только что рассмотрели, каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон. А получится, что 10 больше, чем 4 плюс 4. Значит, основанием является та сторона, у которой длина 4 сантиметра, а боковые стороны – по 10 сантиметров. Вторая задача. Два внешних угла треугольника при разных вершинах равны. Периметр треугольника 60 сантиметров. Одна из сторон равна 12 сантиметрам. Найдите две другие стороны треугольника. Итак, если сказано, что два внешних угла при разных вершинах равны, это значит, будут равны и два угла треугольника. Значит, вот это внешний угол, это внешний угол. При разных вершинах они равны. Значит, и смежные им углы тоже будут равны. Это углы при основании равнобедренного треугольника. Значит, треугольник равнобедренный. Одна из сторон – 12. 60 минус 12 получается 48. 48 надо разделить пополам. И получится, что боковые стороны 24, а основание 12 сантиметров. Причем боковая сторона не может быть равна 12 сантиметрам, потому что тогда получится, что и другая боковая сторона равна 12 сантиметрам. А тогда основание будет иметь длину большую, чем сумма двух других сторон. Чего быть не может. Итак, стороны треугольника 24, 24 и 12. Третья задача. Периметр равнобедренного треугольника 35 сантиметров. Разность двух сторон равна 5 сантиметрам. Один из его внешних углов острый. Найдите сторону треугольника. Если один из внешних углов острый, значит, это тупоугольный треугольник. Внешний угол при вершине острый, значит, смежный с ним угол будет тупым. В треугольнике только один может быть тупой угол. И такой треугольник называется тупоугольным, поскольку по условию треугольник равнобедренный, значит, у него будет один тупой угол и два острых, причем два равных острых угла при основании. Треугольник равнобедренный. Против большего угла лежит большая сторона. Если говорится, что разность двух сторон 5 сантиметров, значит, больше будет та сторона, которая против тупого угла. Это основание. Значит, х плюс 5 – это будет основание, а боковая сторона – х. В равнобедренном треугольнике две боковые стороны – х, х. Основание – х плюс 5. Периметр – 35. Решая уравнение, находим значение х. 3х – это 30, х равен 10, стороны треугольника – 10, 10 и 15. Вот таков ответ. Решая уравнение, находим значение х, 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 х